Давайте подключать к нашему эфиру первого гостя. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации Покровского района Донецкой области. Подключается к эфиру канала Freedom. Утро доброе вам, Виталий. Слава Украине. Героям слава. Итак, начнем с последней оперативной информации. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврии на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить город Авдеевка. Наши воины стойко держат оборону. Но безуспешными были наступательные действия противники восточнее Новобахмутовки. Это южнее Новокалиного, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского. Вообще, силами обороны за последние сутки было отражено 30 атак. Расскажите, пожалуйста, последние новости из Авдеевки. Как сейчас происходят там боевые действия? Есть ли какие-то успехи оперативные, неоперативные у противника? Как погода влияет? Пожалуйста, рассказывайте. Ну, действительно, погода вносит свои коррективы. Со вчерашнего вечера очень сильно поменялась погода. Температура не очень низкая, минус один, минус два. Но такой порывистый ветер, снегопад начался под утро. Ну, скажем так, пронизывающая история. Понятно, это дело все очень сложно. И в окопах, и на передовой, и техника. И не используется, ну, в принципе, это как плюс, так и минус. Не используются беспилотные летательные аппараты в таких погодных условиях. Как врагом, так и, к сожалению, и нашими воинами. Но, тем не менее, ситуация, ну, продолжает быть очень напряженной и накаленной в нашем направлении. Действительно, враг не оставляет он с этого желания окружить город, зайти его, взять его любой ценой. Ну, тот факт, что по флангам им не очень что-то там удается за уже полтора месяца. Можно даже так сказать, вот этого накала, да, этого обострения на нашем направлении 10 октября. То пошли они на промку, пошли они в Глобовую. То, что они не любят, то, чего они боятся, не хотят, то, что не очень хорошо получаются, это уличные бои. Ну, похоже на то, что в Кремле дали команду любой ценой Авдеевку взять и штурмовать уже в Глобовую. Действительно, пытаться зайти в город. Давят они по всем направлениям. Третья волна началась, действительно, да. Генерал Тернавский об этом несколько дней назад заявил. И действительно, так и есть. Ну, волна эта не началась, вот как две предыдущие. Ну, вот сразу и началась. Она, ну, наращивали не темпы, не прекращались эти штурмы никогда. Чуть, я не скажу так, темпы наращивали, количество. Ну, и плюс открыли два новых направления. Это вот промка, которая уже была сказана. И второе направление открыли, это со стороны Донецка через порта. То есть, пытаются они растянуть по линии фронта максимально свое внимание, да, чтобы наши оттягивали силы как можно на большее направление. Тем самым, ну, действительно, понимаем, что задача стоит Авдеевку, она реально у них стоит. И ни один из командиров, ни тем более здесь, на позициях, не знаю, там, ни в Ростове, ни даже, наверное, в Москве, ни один из командиров военных точно не даст команду на приостановление этой операции. Потому что, ну, мое личное мнение, это все-таки команда идет из Кремля и конкретно Путина. Все успехи, которые они приписывают, ну, очень много гуляет в сети информации с той стороны, что и промка наша, и Коксахим наш. И мы зашли уже в Авдеевку, мы уже там, было видео, показывали они село Спартак, дома села Спартака. И показывали, вот мы уже в старой части Авдеевки. Ну, как бы-то, кто знает местность, кто знает тот же Спартак, ну, все понимают, что это фейки. Опять же, для какого-то, там, не знаю, там, повышения своего морального духа, своих бойцов, они эти сказки рассказывают. Ну, или, наверное, для потребления внутреннего того же ДНР, ЛНР, наверное, там, в России, в принципе, то всем до одного места, что там у них происходит. По большей степени. Ну, ночь по городу более-менее спокойно прошла. Под утро авиабомбовый удар по центральной части города. К сожалению, сложили они очередную нам многоэтажную многоэтажку. Пока информации по поводу погибших, раненых, гражданских пока не приходило, ее не было ни вчера, ни позавчера. Надеюсь, что так, в принципе, так и останется. Давит, давит враг. По промке, если говорить, то там они технику применяют. По всем остальным направлениям, из-за невозможности использовать технику, больше пехоты. Ну, кто-то из, буквально вчера, я, по-моему, где-то читал, сказал такую фразу, такое выражение. Включилась авдеевская мясорубка по перемалыванию россиян. Ну, она не выключалась, просто сейчас, наверное, больше оборотов добавили, потому что их больше полезно. Виталий, вот Генштаб, да, сегодня с утра сообщил о том, что активнее всего враг атакует на авдеевском и бахмутском направлениях. Это вот то, о чем мы сейчас говорим с вами в эфире. Скажите, пожалуйста, а чем штурмуют, кто эти люди, которые сейчас бросают в эту авдеевскую мясорубку? Это спецназ, это ДНР, мобилизованные, так скажем так, либо же это чмобики, о которых мы тоже часто можем говорить? Ну, ДНРы, как таковые, они уже закончились давным-давно. Даже те, как, ну, новоиспеченные, назовем так, ДНРовцы, ЛНРовцы, это все, как правило, уже, ну, россияне, потому что, повторюсь, ну, местное население уже закончилось давным-давно, мужское население, которое, понятно, изначально там по зову сердца и там еще чего-то шли. Остальных уже там последних пару лет загоняли туда. Сейчас в большей степени, ну, первые вот эти вот штурмовые действия идут Шторм-З, Шторм-В, ну, ЗЭКи. И, ну, подтверждение есть, это пленные, которые за последние несколько дней попадали. Это не обученные, это просто люди, которые еще несколько дней назад находились на Российской Федерации, и они вообще не понимали, куда они едут, зачем они едут. Идя, вот их просто бросили, сказали, вон направление, идите, ваша задача любой ценой закрепиться. Это люди, которых везли, их специально, ну, вот они ехали группой какой-то, их привезли на позиции, туда приехали еще 2-3 группы, их взяли, перемешали, чтобы они между собой не общались, чтобы не было вот этого сплочения какого-то, и бросают их вперед. Если им удается, ну, то есть их задача в основном это донести как можно ближе до наших позиций боекомплект. Вот они бегут, как бараны, его за двухсотили, но он БК там, условно говоря, 100 метров пронес. Идет за ним следующий, подхватывает это БК, его задача еще ближе поднести. После них уже пытаются идти кадровый спецназ для того, чтобы потом этот БК использовать уже, ну, более, скажем так, наученный, более профессиональный. То есть есть все, есть и мобилизированные чмобики так званые, есть и кадровые, есть и спецназ, но в большей степени используют они все-таки Шторм-Зет. Виталий, можно коротко, пожалуйста, по поводу гражданских, которые находятся, не находятся в Авдеевке. Сейчас такие ураганы по всей стране, и вот метель в каждом практически регионе. Расскажите, как у людей ситуация, если, не знаю, чем обогреться, что кушать, и вообще остался ли кто-то в самой Авдеевке еще? К сожалению, да, в городе еще очень много людей, ну, на мое личное мнение, это очень много. По состоянию на сегодня на утро 1336 людей еще остается, эвакуация, ну, она продолжается каждый день. Вчера удовольствием 4 человека вывезти, есть люди записаны на эвакуацию и сегодня, и завтра. Ну, посмотрим, как именно по безопасности выезда будет. Ну, и плюс те погодные условия, о которых вы уже упомянули, действительно, они тоже добавляют чуть проблем в эвакуации. По продуктам питания есть, резервы есть, понемногу пытаемся завозить, не так количественно, как это было. Понятно дело, в связи с, ну, действительно, очень сложной логистикой, кроме обстрелов, которые постоянно по дороге, плюс последние, там, наверное, недели уже 2,5-3 FPV-дроны они используют очень активно и бьют по любому транспорту, который двигается. То ли это эвакуация, то ли это гуманитарная помощь, им, в принципе, все равно, то ли это военные, они бьют по всему, что двигается. Проблема в том, что даже имея дрова в городе, люди подвергают себе опасности. Дым с буржуек, с труб буржуек, враг запускает орланы, смотрит, откуда идет этот дым, потом эти координаты фиксирует, потом туда, ну, минимум, ствольная артиллерия тяжелая работает, как правило, показывает уже практика, то туда, там, день-два и прилетает авиабомбовый удар. То есть, даже вот в таких условиях очень сложно выжить, только из-за того, что ты, ну, хочешь согреться, растопишь буржуек. Да. То есть, люди, которые пытаются выжить, становятся мишенью для оккупантов и попадают под обстрел. Но это важно проговаривать, чтобы было понимание, почему людям нужно уезжать. Спасибо вам за разъяснение важных деталей. Следим за ситуацией в Авдеевке. Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации Покровского района Донецкой области, был в эфире канала Freedom. Спасибо.